Десять человек пострадали в Японии от тайфуна Кило, сообщила телекомпания NHK со ссылкой на данные своих корпунктов в различных префектурах страны. Наибольший удар стихии пришелся на центральную часть основного японского острова Хонсю. В префектуре Сидзоока ранение получил водитель автомобиля из-за схода оползня, во время которого его машина была затоплена. Кроме того, в префектуре ранения и травмы различной степени тяжести получили еще четыре человека. В префектуре Айти пожилая женщина сломала ногу после того, как была сбита с ног порывом шквалистого ветра. В там же травмы получили еще два человека. Кроме того, два человека пострадало в Токио и префектуре Исикава. К этому часу 320 тысяч человек в Японии получили рекомендации или указания эвакуироваться в связи с опасностью паводков и затопления из-за тайфуна Кило. Прохождение тайфуна сопровождается шквалистым ветром и ливневыми дождями. Давление в центре тайфуна составляет 990 гектопаскалей, скорость ветра до 23 метров в секунду, при порывах до 35 метров в секунду. Метеорологи предупреждают об опасности схода оползней и селий, возникновения смерчей. Как ожидается, к четвергу тайфун пересечет остров Хонсю и уйдет в сторону Японского моря. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова